Дорогие друзья, представляем вашему вниманию аудиокнигу, подготовленную издательством AB Publishing. Приятного прослушивания! Диабет. Как победить болезнь. Диабет – это не приговор. С ним можно научиться жить правильно, не отказывая себе ни в чем. И в этом поможет данная книга. В ней вы найдете всю необходимую информацию о методах лечения и профилактике данного заболевания. Об особенностях диабета у беременных и детях. А также узнаете все о правильных диетах. Ведь питание – это важнейшее условие здоровой полноценной жизни при диабете. Научитесь правильно соблюдать все рекомендации в данной книге, и вы сможете преодолеть страх и депрессию перед диабетом. А также приобретете уверенность для активной жизни. Глава первая. Сахарный диабет. Определение болезни. В народе говорят, что врага нужно знать в лицо. Именно по этой причине в первой главе мы разберем основные понятия о том, что такое сахарный диабет, и что нужно знать и ожидать, если уж вам все-таки поставили этот диагноз. Понятие диабета. Само слово «диабет» – производное от греческого слова «диабайна», что значит «прохожу через что-нибудь, сквозь, протекаю». Сахарным диабетом называют заболевание, которое входит в группу эндокринных болезней. Оно развивается вследствие абсолютной или относительной недостаточности гормона инсулина. В результате этого появляется гипергликемия. Это стойкое повышение содержания глюкозы в крови. Между прочим, кроме человека, этой болезни могут подвергаться некоторые животные, например, кошки и собаки. Стоит заметить, что сахарный диабет является наследственным заболеванием и характеризуется как неоднородное по своей природе. То есть причины возникновения и особенности течения болезни могут отличаться в зависимости от пациента. История изучения болезни Самые первые описания диабета начались с изучения наиболее ярких симптомов проявления данного недуга. А конкретно, потери жидкости и постоянной жажды. Слово «диабет» в первый раз было использовано греческим врачом Диметрисом из Апамании во II веке до н.э. Древние греки рассматривали диабет как состояние, при котором человек постоянно теряет жидкость и совершенно не может удерживать ее в организме. И только в 1675 году Томас Уиллис с помощью своих исследований утвердил факт того, что при полиурии, повышенном выделении мочи, моча может быть сладкой, сахарной, а может быть и безвкусной. Безвкусным, в свою очередь, был назван несахарный диабет – патология, вызванная либо заболеванием почек, либо заболеванием гипофиза. Мэтью Добсон доказал благодаря своим исследованиям, что сладкий вкус мочи и крови у больных диабетом обусловлен высоким содержанием сахара в этих жидкостях. Появление новых технических средств в арсенале ученых тоже ввели свои коррективы в изучение данной болезни. К примеру, с появлением возможности вычислить концентрацию глюкозы в сыворотке крови, а не только в моче, выяснилось, что у большинства пациентов повышение уровня сахара в крови поначалу не может гарантировать его стопроцентного обнаружения в моче. В результате исследований, что описаны выше, врачи пришли к выводу, что им стоит поменять свои понятия о причинах возникновения данного заболевания. Так как если механизм удерживания сахара почками в норме, то из этого само собой разумеется, что недержание сахара как такового просто быть не может. Врачи отошли от формулировки недержания сахара и сменили ее на повышенный сахар крови. Именно этот термин используется и сейчас и служит показателем эффективности лечения сахарного диабета. Стоит вспомнить об еще одном важном открытии, сделанном в 1889 году Джозефом фон Мерингом совместно с Оскаром Минковски. Они выяснили благодаря...